Не справился. Беспомощный Зеленский объявил об уходе. Во время недавнего призгарафана с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за власть не держится и в случае очередного Майдана готов оставить пост. По сути глава государства озвучил план ухода с должности, считает журналист и политолог Константин Кеваркин. Неспособность президента обеспечить отвод сил в Донбассе показала его беспомощность, полагает эксперт. На этом фоне рейтинг Зеленского начал стремительное падение, отметил политолог в своей колонке на портале Украина.ру. Согласно свежим данным социологов, уровень одобрения президента за последний месяц упал на 7%. В сентябре Зеленского поддерживали 73% опрошенных. В октябре. 66%. Нечем похвастаться и соратникам главы государства. Премьер-генестру Алексею Гончаруку, на днях отметившегося посещением концерта неонацистской группы и спикеры Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Рейтинг первого упал до 10%, второго – до 27%. Ничего удивительного, поскольку предвыборы и необещания Зеленского спустя полгода так и остались на бумаге. «Новых лиц во власти нет, экономика не растет. Люди продолжают уезжать в другие страны», – отметил Кеваркин. По его мнению, президент может уйти в отставку в любой момент. Именно это Зеленский имел в виду, когда говорил, что не держится за власть, считает эксперт. «Какой-нибудь полумайдан вполне может стать предлогом для очередного переформатирования власти», – полагает журналист. Внимание на экран. На площади независимости в Киеве прошел массовый митинг учащенной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Стороны согласовали формулу Штайнмайера. «Говорят, что она необходима для дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе». Но не факт, что стоящие за ним силы отпустят его с поста. Зеленского вполне могут оставить в качестве ничего не решающей говорящей головы. Пока влиятельные игроки будут распродавать остатки государственной собственности. Потому сейчас идет борьба за то, в чьих руках он окажется марионеткой. Уверен Кеваркин. Ситуация на Украине резко обострилась после подписания Киевом формулы Штайнмайера. На улицах крупных городов начались акции протеста, участники которых обвинили Зеленского в уступках в Москве. Бегающего от следователей Порошенко настигла расплата. Голая любовница Виторгана показала постельная фото. У любовника Кетитапурей умер ребенок. Я был под действием таблеток. Еха сделал признание о состоянии на съемках шоу. Родители продали квартиру Хворостовского ради установки памятника. И многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова